Всем привет! В этом видео я расскажу как минимальными усилиями всего в несколько строчек кода создать эффект параллакс в Unity. Прежде всего нам понадобится фон, разделенный на несколько слоев. Я выбрал статическую картинку и сейчас нарежу ее на слои в фотошопе. Для того, чтобы изображение на стыке совпадало, мне необходимо отзеркалить его. Дублирую его и вставляю отраженную копию справа. Аналогичным образом преобразую все остальные картинки. В итоге получаются 4 похожих файла. Теперь настроим импорт изображения в Unity. Текстур Type Sprite 2D, Mesh Type Full Rect, а в Wrap Mode Repeat. Это основное, что надо поставить. Pixel Super Unit поставим достаточно небольшим, так, чтобы наши изображения занимали почти весь экран. Ну, в моем случае, тридцатки хватило. Притаскиваем наши объекты на сцену и настраиваем порядок слоев, так, чтобы первый был позади остальных, а последний переди остальных. Теперь напишем первый скрипт. В нем мы будем задавать простое движение по горизонтали, в зависимости от нажатия горизонтальных клавиш. Двигать мы будем самым простым способом, а именно transform.translate. Движимым объектом у нас будет камера. Перетянем скрипт к ней и запустим. Теперь перетянем наше изображение в иерархии на камеру, то есть делаем их дочерними от нее. Теперь для каждого из наших фоновых изображений надо создать свой материал. Назовем их как изображение, то есть B1, B2, B3, B4. Выберем Unlead и здесь transparent, то есть прозрачный. Вместо того, чтобы сдвигать объект, мы будем менять значение offset у свойств материала к привязанному изображению. Ну а теперь просто создадим три дубликата у первого материала с сочетанием клавиш Ctrl-D. Для каждого из них перетянем соответствующее изображение, то есть для B4, B4, для B3, B3 и так далее. Теперь в свойствах sprite render у каждого из наших изображений надо также перетянуть созданный нами только что материал, то есть B1, B2, B3, B4. Теперь создадим самый главный скрипт и назовем его Parallax. Сдвиг будет рассчитываться исходя из позиции отслеживаемого transform. В данном случае это будет камера, которая является родительским объектом, так что мы ее ищем через transform.root. Вектор сдвига мы будем рассчитывать исходя из позиции отслеживаемого объекта. Я ее просто делю на какое-то значение, например 100, и делю также на дополнительное значение, которое я назову skill, которое будет определять, насколько мне надо увеличить или уменьшить. То есть чем оно больше будет, это skill, тем дальше объект. Ну в нашем случае 1 это значит никакого уменьшения, то есть самый ближний объект. 2 чуть-чуть уменьшено, 8 это самый далекий объект, ну в нашем случае и горы. Они будут двигаться наиболее медленно. Ну все, притягиваем объекты, выставляем scale, запускаем, проверяем. Видим, что горы у нас ездят быстрее, чем ближний ход. Ну это говорит о том, что я перепутал порядок B4 и B1, меняю значение обратно. То есть B4 в нашем случае это ближний слой, а B1 дальний. Ну, вроде все, как-то так. Спасибо за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok